Зайцы это дикие животные. Мне вообще не страшно работать с волками. Я бы с волками и ел, и спал, и жил. В Мойте, как зайцы и волки, всегда беспечны. Их любимое развлечение – понарошку бороться друг с другом. В реальности эти животные – антагонисты. Живут не так уж и весело. И зачастую они борются не друг с другом, а за жизнь. А еще волкам и зайцам нужен человек, который вылечит, накормит и научит спасаться от людей. Кристина Григорьева открыла приют «Дом зайца», чтобы помогать ушастым. А Дмитрий Самойлов руководит центром «Верность», где спасают волков и других животных. Кристина и Дмитрий такие разные, но так похожи в стремлении помогать животным. Алло. Хорошо, Денис, иду к вам. Зайчатов нормально перенесли поездку? Ладненько, сейчас подойду, заберем. Сейчас Кристина идет забирать у курьера особенный груз – спасенных в Краснодарском крае зайчат. Ушастые стекаются в «Дом зайца» со всей России, чтобы Кристина подлечила животных и выпустила их обратно в дикую природу. Это все мое, да? Мне казалось, что их чуть-чуть поменьше. Спасибо. На связи, до свидания. Как вас много, ребята? А еще вы тяжелые. Есть зайчонок с переломом и в целом два зайчонка довольно арахитные. Кто-то скажет, что заяц – это обычное животное, и его нет необходимости спасать. На самом деле, заяц мало того, что плохо изучен, он в последнее время терпит депрессию численности. То есть у нас за последние 25 лет численность зайца снизилась на 61%. И самое печальное, что зайца правда вносят в региональные красные книги. Зайцы проходят тщательный осмотр и карантин перед тем, как попасть к собратьям. Я осматриваю ушки на наличие ушного клеща. Здесь посмотрели железы и нет ли проблем с ЖКТ. Зайчонок в целом второв и весит 550 грамм. Все-все-все-все, зайчик. Спокойней. И сейчас мы тебе уколем специальную парафиолактическую сыворотку. Когда ты вложил душу в эту животину, старался, боролся за ее жизнь, ты же потом ее не выпустишь на улицу, правильно? Тоже жалко и привыкаешь. Видите, как суставы, лапки практически ровные. Врач объяснил, что это родовая травма, то есть при выходе волчица повредила его. Назвали его хантер. И вот так вот наша задача, вот таким вот образом делать массаж. Выжимать ему лапы. Ходит он пока еще, конечно, сложно, но уже сдвить пошел. Связки не держи. Постепенно пойдет. Ай, хантер, молодец. Для чего именно я сейчас занимаюсь этим? Я хочу вывести именно толерантного волка, который бы был ручной, как собака по отношению к человеку. Для того, чтобы в дальнейшем человек мог, общаясь с ним, узнать многие другие интересные вещи. Такие, как, например, гипноз по отношению к животным. Я сам лично наблюдал, как волки гипнотизировали собаку. Я не могу врать. Работа с животными в целом происходит не потому, что я преследую какую-то возвышенную цель. Мне надо срочно всем помочь. Да, это приятный бонус. Но в целом я занимаюсь этим, потому что мне интересно работать с данными животными. И я хочу узнать о них больше. Оп. Садись. Если бы кто-то мне сказал, может быть, ты хочешь прекратить заниматься зайцами, я бы ответила нет. И я, пожалуй, останусь с этими ушастыми. Должен в первую очередь быть контакт с этим волком. Если у тебя нет контакта, каким бы ты специалистом не был или там семь пядей во лбу кинологом, ты с ним будешь как корова на льду. Никто с этим не справится. Если это маленький волчонок, то ты для него должен быть членом стаи, членом семьи, скажем так. Он когда к тебе подходит, то ты либо брат, либо отец, либо мать, как угодно. Вот тогда идет контакт отличный и взаимоотношения. Слышите? Они отвечают. Не могу сказать, что это только ради зайцев. Я очень люблю эту работу еще за счет того, что я помогаю тем людям, которые неожиданно столкнулись с диким животным и хотят правильно ему помочь. Может ли изменить помощь одного человека что-то? Конечно, может. Далеко ходить не будем. Я один человек, говорят, в поле не воин. Десять лет тому назад я попытался собрать как-то команду, да, соратников. Давайте построим приют для животных. Мы все улыбнулись. И на этом дело закончилось вот этим. А я его все-таки сделал. Но это один человек. И один человек очень много может сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова